Ну что, друзья, вот подошли мы к этому микрорайону, к непосредственной близости, которая находится от колеса обозрения. Сейчас попробую даже спросить, если люди попадутся нам у местных жителей, что они думают об этом колесе. Вот эти дома тоже рядышком. Скажите пару слов, как вы относитесь к стройке, которая здесь вот располагается? У вас это как-то очень будет сильно... Ну а что, под окном прям будет колесо и развлечение. Вы здесь живете? Там перед жильем. В данный момент видно мы только что опоры, такие как бы сделаны метров, наверное, в пятиэтажный дом. Вот, если вот сравнивать с этим домом, да, даже чуть выше. Вот. Планируется здесь 45-этажный дом построить, огромнейшее колесо обозрения, которое будет считаться самым большим в Европе. Конечно, никому оно не мешает. Это касается тех людей, которые никак непосредственно здесь рядышком не проживают. А вот люди, которые здесь живут рядом, скорее всего, все-таки доставляет им какой-то дискомфорт именно вот это вот колесо. И то, что здесь будет дальше происходить, это немного пугает. Всем привет, друзья! В 2021 году БДНХ приобретет совершенно другой вид. Вот сейчас мы видим перед собой, да, вид такой. Вот справа от меня появится колесо обозрения. То есть слева от вас, справа от меня. Новое и огромное, самое считается большое в Европе. 136 метров. По-моему, и даже объем рекорда там в Англии где-то 135 метров, у нас будет 136 метров. Там буквально разница, конечно, на метр. Ну, что можно сказать про это колесо? Будет современное, по новым, современным технологиям сделано все. Старое колесо многие помнят, которое находилось от меня по левую сторону. Там кабинки были открыты и закрыты. Здесь предусмотрены только будут закрытые кабинки. Но плюс в том, что будет в кабинках еще у нас кондиционирование воздуха. То есть летом будет не жарко, а зимой будет, соответственно, не холодно. Будет еще и подогрев. Вот, 30 примерно кабинок. Колесо будет вращаться в течение 18 минут. Вот сейчас мы пройдем на то место, где, собственно, и будет это колесо. Еще раз напомню, ребята, что в 2017 году впервые из того известно, что планируется сделать колесо обозрения непосредственно вблизи домами. Что, в общем-то, люди, а неоднозначно, большинство было против. Писали в разные инстанции, префектуры. Ну, то есть это не добавляет людям, как сказать, комфорта. Скорее всего, больше дискомфорта, больше суеты. Тысячи людей будут притягиваться туда, приезжать. И вот идем к этому месту. Планировали построить прям чуть ли не вплотную к живым домам. Но все-таки отодвинули этот проект метров на 100, на 200. Не знаю, насколько точно. Напишите, пожалуйста, кто знает в комментариях. Здесь канатная дорога будет проходить в 2021 году. Планировалось вроде как весной даже уже все открыть. Но я думаю, что, скорее всего, это затянется летом 2021, а может быть даже осенью откроет. Друзья, средства массовой информации я как-то смотрел. Говорили то, что колесо обозрения будет строиться здесь, вот в этом районе, где вот сейчас большинство аттракционов. Но на самом деле я сразу подумал, что вот здесь колесо обозрения. Нет, это американские горки, как уже многие понимают. Вот, тут канатная дорога сверху проходит и еще какая-то будет рядышком здесь какой-то аттракцион, какой-то супер-пупер. Колесо обозрения гораздо ближе. Оно находится вон там. Вот туда мы сейчас и пойдем. Посмотрим, насколько близко и проведем небольшой опрос среди местных жителей. Постараемся, по крайней мере. Если такие будут нам люди попадаться. Да, руки, конечно, подмерзают. Сегодня на улице градусов по ощущениям минус 15-17 где-то. Поэтому для съемки, конечно, не очень подходящая погода. Сейчас спросим у этого охранника, может быть он знает, что это колесо обозрения. Но я процентов на 90 уверен, что это оно и есть. А вы не подскажете, а вот это колесо обозрения будет сделано, да? Делается вот это вот. Это 136 метров, да, по-моему? Нет, это не ровно на улице. То есть, а его планировали вроде весной, где-то в 2021 открыть? Ну, где-то в конце апреля должны были. А, в конце апреля даже. Понятно. Ну, ладно, спасибо. Ну, мне кажется, вряд ли, потому что уже что-то стройка, я смотрю, затягивается тут. Это по документам даже. В леса также занимается какая-то швейцарская компания, машиностроительная корпорация «Интамин». Более полвека, как говорят, проектирует она всякие парки во всем мире, развлечения и так далее. Вот. Такая красота здесь, с этой стороны. А вот со стороны живых домов, это надо будет туда поближе подобраться. Как посмотреть, действительно ли оно как-то мешает местным жителям будет или нет. И вот, ребята, вот иду к живым домам, которые непосредственно находятся вблизи строящегося новой достопримечательности колеса обозрения. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот здесь вот колесо обозрения у вас рядышком строится, оно вообще как-то мешает вам? Нет, не мешает. Абсолютно нормально воспринимаете? Да. Спасибо. А вы живете здесь, в этих домах? Нет. Я понял. Изначально планировали даже построить еще ближе к этим домам, но потом все-таки как-то жалобы жителей повлияли. Они обращались во все инстанции, депутатам, районной администрации, куда только не обращались. В общем-то, я так понял, что этот проект немножечко сдвинули подальше все-таки метров на сто. Наверное, жители жаловались тех домов больше, больше тех домов, потому что этот дом как-то он особо далековато. Колесо обозрения Солнца Москвы. Проект 2021 года, который должен уже быть в начале весны запустить, но судя по стройке, как бы здесь только на начальном этапе я вижу опору сделали, мне кажется, это немножечко сдвинется где-то на осень. Вот дома, которые близлежащие к этому колесу, в принципе, не так и близко, на первый взгляд кажется. Еще попробуем подойти туда подальше. Вот мы видим отсюда колесо обозрения. Вот он, рядышком дом. Ну, не сказать, что прямо оно вплотную, конечно, тут в окно точно не заглянешь с этого колеса, но если только не используя какое-то средство, типа бинокля. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу стройки нового колеса? Можете сказать? Вы здесь проживаете? Я не местный, если честно. Я знаю, что местный против категорически. Местный против, да? А вы относитесь к местным где-то, в этом районе проживаете? Ну, да, я в этом районе проживаю. Просто они боятся забезопасности, конечно. А с чем это связано? Ну, не дай бог, рухнет. А, если рухнет? Ну, а сейчас вроде как бы далековато находится. Окна закрыты. Сейчас перед окнами у них темный забор. Ага. А, ну, то есть будет как-то оно мешать, да? И боятся то, что будут заглядывать к ним с этого колеса? Будет притяжение сюда? Да нет, не то, что заглядывать, а то, что безопасность. Только из-за безопасности. Да, конечно, боятся. Такая громина стоит перед окнами и уходит на дом. Я думаю, что так. Ну, так бабушки поговорили. Понятно. Ну, писали, обращались куда-то жалобами, это же, да? По-моему, когда-то местная там администрация. Местные писали, да. Но у них еще не получилось. Ну, а я слышал, его вроде как сдвинули. Его еще хотели чуть ближе даже сюда подвинуть. То есть вот... Я не в курсе, если честно, но те дома, у которых вот детская площадка там выходит, у них перед домом вот просто стена темная. Ага. Там прям большинство тех жителей, наверное, все-таки возмущается. Прям вот так тупиком, ну, вообще. Бабушки в шоке, конечно. Ну, ясно. Ну, может быть, новое поколение оценит этот проект когда-то, лет через 20. И скажут, наоборот, новая достопримечательность появилась в Москве. Будет предпочтение именно отдавать в этом районе. Даже, может, и квартиры подороже. Мелые трубы, а как-то будет это поинтереснее. Не, я думаю, что, скорее всего, они сделают. Как-то все разукрасят. Я думаю, что да, потому что как-то... Все будет блестеть красиво. Все-таки останки, да, хочется смотреть что-то такое интересное. А, тут получается... Я думаю, что да, свыкнутся, привыкнут. Это будет красиво. Единственное, что еще смущало, музыка. А, шум, шум будет. Это же все людно. Торговые центры, магазины. И, получается, будет мешать, наверное. А куда ты денешься? За нас все уже решили. Уже решили, да. Согласен, все. Как говорится... Это не обсуждается. Молчание. Хотя даже и возмущается все равно там. Нет, не молчали, писали, а толку-то. Можете продавать квартиры. Тут стоит стена и вот эта вот махина. Я сейчас пойду поближе. Подойду просто. Ну вот он, этот дом, наверное, с самой непосредственной близости. Возле этого колеса обозрения находится. Вот. Конечно, здесь прибавится шума. Толпа людей, тысячи автомобилей. Ну и, соответственно, экология может ухудшиться даже от этого. Понятное возмущение людей, почему особо не хотят этого колеса здесь рядышком. Отрицательно. Отрицательно? Спасибо. А что именно смущает в этом колесе? Ну, то есть оно как-то вам будет мешать, да, местным жителям? Такое расположение близкое к домам. Все, что там будет на этом колесе, это вот... Все будет, вы думаете, то, что как будет заглядывать, и шумы от этого будет, да, лишний? Конечно, конечно, конечно. Много народа будет, много будет машин. Ага, то есть это портит экологию еще считается, да? Конечно, конечно. А бабушке как вы относитесь к постройке вот этого колеса? Бабушке мы здесь не живем. А, вы здесь не живете, да? Ну, всего хорошего, спасибо. Мои родные здесь живут, сестра. Она тоже негативно относится, да? Да, да, негативно. Все, спасибо. Ну вот, ребята, вы слышали тут немножечко мнения. Вот эти дома тоже рядышком, которые находятся в непосредственной близости. Скажите пару слов, как вы относитесь к тройке, которая здесь вот располагается? У вас это как-то очень будет сильно... Ну, а что, перед под окном прям будет колесо и развлечение. Вы здесь живете? Я перед жильем. Ну, я сейчас временно живу здесь, да. То есть это дискомфорт реально доставляет, да? А вы как-то писали, там пытались? Все пытались. С депутатами связались. С семнадцатого года уже борьба идет, но... Да, бесполезно. Бесполезно, да? Правительство послали нафиг, сказали, все, ребята. Все заплачено, все будет. Ну, короче, сделать все по-своему, как говорится. Когда захотели. Ну, я изначально слышал про это вообще хотели бы чуть ли не вплотную к домам сделать. Но все-таки вроде добились, что? Ну, так, вот там колесо вроде бы как перед ним, но мы посмотрели, судя по конструкциям, вот это колесо будет вот прямо у четвертого подъезда, прям в окна будет смотреть. Да, уже здоровенное будет колесо, это 140 метров. Вообще, вообще не могли дойти на ВНХ другого места, что ли? Место на ВНХ в море. Ну, раньше 850 лет колесо делал. Там вот могли бы построить. Там же могли. Там места полно, там жилья нету, никому не мешают. Там можно развлекаться сколько влезет. А здесь, здесь сейчас поток туристов пойдет сюда. Это уже здесь такой швах будет. Шум, шум, гам, да, будет. Швах будет, вообще. Здесь у нас и так проблемы с парком. Кто проживает в этом районе, конечно, хотят здесь какой-то сделать парк. И личный парк, чтобы был, да? Ну, типа ВНХ считается достопримечательностью города, мегаполиса. И поэтому власти все равно сделают по-своему. Местным жителям все равно придется, наверное, скорее всего, смириться, поскольку стройка уже идет не один месяц. Скажите, пожалуйста, пару слов. А вот как вы относитесь к местному колесу, у которого здесь устроится? Ну как, вы уж выступали все здесь против. Против, да, все? В основном против. Вы тоже местный житель здесь где-то проживаете? Да. Хорошо, спасибо. А на этом, друзья, все. Следуйте за нами, путешествуйте с нами. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал и пишите обязательно в комментариях, что бы хотелось бы изменить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!